В эфире новости Израиля. В студии Денис Гольдман. Добрый вечер. И в начале коротко о главных темах выпуска. Подставь плечо. Операция вакцинации началась в Израиле. Первым свое плечо подставил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяу. Прокуратура против ковид-диссидентов. Израильские власти считают фейки и ложь, распространяемые противниками вакцинации, уголовным преступлением. Государство, оно им надо. Египет, Иордания и палестинская автономия решили. Мирные переговоры с Израилем должны привести к образованию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В Израиле началась массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент в стране имеется только несколько сотен тысяч доз вакцины Pfizer. Это вызвано специфическими условиями хранения препарата при минус 70 градусах. Нужны специальные фармацевтические холодильники, а их в Израиле не так уж и много. Поэтому по мере надобности уже закупленную вакцину будут доставлять авиарейсами из-за границы. Официального графика вакцинации пока нет. Первыми прививки получают медперсонал в больницах, поликлиниках и клиниках. Студенты-медики, проходящие практику в больницах, персонал психиатрических и гериатрических медучреждений, а также их постояльцы. Затем прививки начнут делать педагогическому персоналу, пожилым людям и хроническим больным, военнослужащим. После этого дойдет очередь и до остального населения, за исключением уже переболевших ковидом людей, детей до 16 лет, беременных женщин, аллергиков и людей, страдающих некоторыми заболеваниями. Это очень волнительный день для меня. Мне сделали прививку около трех часов назад. Я чувствую себя хорошо. Это отличный день после ужасных десяти месяцев, когда мы сражались здесь, в больнице, за жизнью пациентов. Мы видели ужасы этой пандемии. Я делаю прививки и для безопасности моих пациентов, и для своей семьи. Я не видел свою бабушку очень давно. Я очень надеюсь, что когда большая часть населения привьется, мы сможем вернуться к нормальной, своей, обычной жизни. Это основная причина, по которой я решил пройти вакцинацию. Я благодарен за эту возможность и чувствую себя счастливым, потому что я смог стать одним из первых, кому ввели вакцину. Вакцинированным номер один стал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяу. В больнице Шиба перед телекамерами глава правительства, а затем и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Чуть позже и президент еврейского государства Рилвин Ривлен совершили, цитата, образцово-показательный прививочный акт. Так, израильские журналисты назвали то, что вы сейчас видите на экранах. Власти назвали это действие акции «подставь плечо». Иммунитет от коронавируса у Нетаньяу, Эдельштейна и Ривлена пока только относительный, потому что для заявленной эффективности вакцины нужны две дозы прививки с промежутком в три недели. По дороге сюда я размышлял о детях, которые волнуются за родителей, о внуках, которые хотят по-настоящему обнять бабушек и дедушек, о бизнесменах, которые смогут открыть свои магазины, рестораны, спортзалы. Мы сможем ходить на футбол, на баскетбол. Можно будет открыть страну и вернуться к прежней жизни. Все начинается с этой процедуры. И я призываю всех присоединиться к нам и сходить на прививку. На заседании правительства Бениамин Нетаньяу отчитался перед министрами и народом о состоянии своего здоровья. Самочувствие хорошее, никаких побочных эффектов не наблюдается. Несмотря на начало вакцинации, расслабляться слишком рано. В ближайшее время будут утверждены дополнительные ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости в стране. Кабинет по вопросам борьбы с коронавирусом принял решение о запрете на въезд в Израиль пассажиров из Великобритании, Дании и ЮАР. Это связано с сообщениями о новом штамме коронавируса, который предположительно более заразен и распространяется быстрее. Что касается израильтян, то все прилетевшие из этих трех стран обязаны 14 дней находиться в карантине, в гостинице или 10 дней в самоизоляции при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19. Это же касается всех, кто прилетел из Великобритании, Дании и ЮАР за последние две недели. Чтобы систематизировать вакцинацию, принято решение, что больничные кассы должны рассылать персональные телефонные приглашения тем, кому на том или ином этапе положена вакцина. СМС израильтяне уже начали получать. Только при наличии такого приглашения можно будет назначаться на очередь на прививку. Я думаю, что это шанс снова обрести возможность нормально жить. И я бы очень хотела крепко обнять и поцеловать своих внуков. Фактически прямо сейчас мы едем в поликлинику, чтобы записаться на прививку. Мы были бы очень рады получить вакцину. Фейсбук по требованию израильской прокуратуры заблокировал группы COVID-диссидентов. Основанием послужили опубликованные в этих группах фейковые сообщения о вреде вакцинации. Так, согласно заявлению прокуратуры, в указанных группах публиковался вводящий в заблуждение контент об ущербе здоровью, который может нанести прививка от коронавируса. О том, что с помощью вакцинации проводится чипирование населения с целью последующей слежки. А также утверждение, что вакцины – это часть масштабных секретных экспериментов над людьми в рамках Всемирного плана сокращения численности населения. Глава киберотдела в Генпрокуратуре Израиля Хаим Весмонский в этой связи заявил, что распространение подобной информации, дезинформации, может рассматриваться как уголовное преступление, поэтому в надзорном органе приняли меры, чтобы удалить их с платформы компании Facebook. Подчеркивается, что речь идет только о дезинформирующем контенте с признаками уголовного преступления, а не о публикациях и комментариях, в котором выражается критическое мнение или позиция в отношении вакцин. Послушайте, в целом я против всей этой истории с вакцинами. Насколько я понимаю, странность в том, что вакцину очень быстро изготовили. Наверное, благодаря этим вакцинам решили справиться с проблемой перенаселения Земли. Что-то в этом роде я до конца не понял. Но я понял, я не хочу вводить себе что-то, о чем я не знаю. Где это было сделано, что в препарате, кто его касался. Не хочу и все. И Pfizer, и Moderna очень серьезные компании. Я думаю, что работа, которую они выполняли в ускоренном режиме, была проделана очень профессионально. Я думаю, что FDA сыграла значительную роль, и я полностью доверяю проделанной работе. И я, и моя семья, и все вокруг меня будут вакцинироваться. Я настоятельно рекомендую сделать то же самое всем. Без вопросов. Ликут и Кахоль-Лаван близки к достижению компромисса, направленного на предотвращение распуска Кнессета и проведение досрочных выборов. Об этом сообщила газета «Исраэль Айом». По данным издания, в случае соглашения между двумя коалиционными партнерами, бюджет на нынешний год будет утвержден в течение недели, а проект госбюджета на 2021 год – до конца будущего января. Кроме того, белоголубые должны дать согласие на ограничение полномочий министра юстиции. Возобновление мирного процесса должно привести к образованию палестинского государства, обладающего территориальной непрерывностью и со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в итоговом коммунике, состоявшейся в Каире, встрече министров иностранных дел Египта, Иордании и палестинской автономии. В этом документе также говорится, что Израиль проводит незаконную поселенческую деятельность и пытается изменить статус-кво на Храмовой горе. Израильские аналитики считают, что это заявление связано с предстоящей сменой главы Белого дома. На Ближнем Востоке ждут прихода Джо Байдена, 46-го президента США. Это делать в президенте не получится. Другой аспект – это, конечно, Иран. Насчет Ирана Байден не скрывает своих намерений. Он говорил об этом до того, как начал баллотироваться. Говорил, что отмена договора и выход из этого договора по ядерной сделке – это очень опасно для Америки, это опасно для мировой стабильности, что лучше иметь какой-то договор, чем никакого. Он говорил об этом, когда уже был кандидатом. И он продолжает об этом говорить сейчас, когда уже одержал победу на выборах. Вопрос только в том, насколько эти страны сумеют найти, в том числе и Израиль, кстати, через администрацию Джо Байдена, и смогут, скажем так, повлиять мягко, используя мягкую силу, а не бойкоты, конспирации и так далее, для того, чтобы как-то повернуть эту политику в свою сторону. Чтобы тот договор, который Байден собирается разрабатывать, чтобы он им включал интересы в сфере безопасности, ключевые интересы и Иерусалима, и Риада, и Абудаби. А вот нынешний глава Госдепартамента США, по мнению Тегерана, зациклен исключительно на Иране. Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде написал в Твиттере, цитата, «Уходящий министр, цитата, мы лгали, обманули, украли, снова зациклен на Иране», конец цитаты. Хатибзаде считает, что американский режим давно планирует перевороты и ведет войны против иранцев и их соседей. Они убили бесчисленное количество людей и использовали самых уязвимых в Америке как живой щит. «Это истинная природа режима США», заявляет представитель режима Айатол. К Помпео претензии и у Российской Федерации. Вашингтон неожиданно решил напомнить Москве заявление главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, которые связаны с Ближним Востоком и Северной Африкой. Успеть как можно больше за оставшееся время администрация уходящего президента США Дональда Трампа проявляет небывалую активность. Помимо форсирования ближневосточного мирного процесса, Вашингтон внезапно решил показать всем игрокам на этом внешнеполитическом поле, кто в доме хозяин. Госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отреагировал на заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова относительно подвешенной ситуации с назначением нового спецпосланника ООН по Ливии. В специальном заявлении, размещенном на сайте Госдепа, Помпео обвинил Лаврова в попытке переписать историю. Вроде бы ничего, но заявление глава МИДа Российской Федерации сделал несколько месяцев назад. Попытки министра иностранных дел Сергея Лаврова обвинить США в политических играх в Средиземноморье и срыве назначенного нового спецпредставителя генсека ООН в Ливии не соответствуют фактам. Это не США, а Россия угрожает стабильности региона. Прискорбно и неконструктивно, что господин Лавров снова ошибается в фактах и пытается переписать историю. Глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость как можно скорее назначить спецпосланника ООН по Ливии, чье место пустовало с марта этого года. Сейчас это уже стало известно, что эту должность займет Николай Младенов. А тогда Лавров прямо заявил, что главным препятствием назначению являются Соединенные Штаты. «Ни для кого не секрет, что главным тормозом является позиция США, которые буквально пытаются воспрепятствовать действиям генерального секретаря». Только сейчас Помпео припомнил коллеге нелестную оценку деятельности США, отметив, что Вашингтон стремится обеспечить безопасность и процветание Восточного Средиземноморья. Что же касается конкретно Ливии, Белый дом поддерживает формирование там инклюзивного правительства, а для этого нужна наделенная полномочиями миссия ООН. А вот Россия напротив выступает деструктивным фактором. Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос по всему региону. Средиземноморья в целом Помпео тоже вспомнил неспроста. 5 декабря все тот же Лавров утверждал, что Средиземноморья платит непомерно высокую цену за геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников. По мнению главы российской дипломатии, Запад пытается навязать народам региона свою модель развития, что нарушает стабильность Средиземноморья и ведет к росту терроризма, разгулу преступности и тяжелой гуманитарной ситуации. Это неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, которые решили испытать и обкатать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства, навязать рецепты развития, которые игнорируют ценности этих стран и этих народов. За слова российского министра пришлось отвечать Анкаре. Турция стала второй страной, в отношении которой США ввели санкции за покупку у России ракетных комплексов С-400. Вашингтон дал понять, даже учитывая то, что администрация Трампа досиживает последние дни, ограничиваться словами она не намерена. Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России. США неоднократно и на самом высоком уровне предупреждали Турцию, что покупка С-400 поставит под угрозу безопасность военных и техники США и предоставит значительные средства оборонному сектору России, а также доступ России к вооруженным силам Турции и ее оборонной промышленности. От нашего союзника по НАТО, Соединенных Штатов, мы ожидаем поддержки в нашей борьбе с террористическими организациями и силами, у которых есть планы в отношении нашего региона, а не санкции. Так или иначе, Дональд Трамп явно намерен завершить свои планы и осуществить угрозы до того, как покинет Белый дом. И, по мнению наблюдателей, причин тут как минимум две. Во-первых, 45-й президент США пытается набрать как можно больше политических очков, чтобы через 4 года стать 47-м главой государства. А во-вторых, не прочь как можно сильнее осложнить жизнь своему преемнику-демократу. Джо Байдену явно придется потратить немало времени на то, чтобы привести внешнюю политику США в стабильное состояние. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова